Девочка-пай Константин Аркадьевич, насколько я знаю, ваш путь на сцену был не очень легкий и быстрый, и вас совсем нельзя назвать балованием судьбы. Но вот когда же вы все-таки по-настоящему почувствовали, что вам именно этот путь необходим? Мне трудно сказать, потому что это на самом деле периодически возникают всякие сомнения, возникали. Это было тогда, когда я уже был актером, я уже пошел по этому пути, я все равно сомневался. Просто потому что я так и понимал, что и сейчас понимаю, что либо тут надо достигать каких-то серьезных высот, либо вообще не заниматься этим. При моей фамилии, которая не моя отцовская, при все время особом каком-то в этом смысле внимании ко мне, ну как к сыну великого артиста, тут нельзя этим заниматься, так под сурдиночком, тихонечко быть таким средним артистом. Так мне казалось с самого начала и до сих пор так считаю. Не говоря уже о том, что вообще эта профессия, так сказать, она такая неутилитарная, она требует прежде всего таланта. Поэтому сомнения эти, они возникают периодически серьезно, а раньше возникали все время. Поэтому сказать, что я вот когда-то так раз и не решил, что вот это вот я должен быть артистом и все, и ничего другого. То есть нет, я ничем другим заниматься как бы не хочу сейчас и уже давно не хочу, и занимаюсь только. Но это связано с сомнениями такого рода серьезными. Но вам было сложно выбрать другой путь, потому что вы же родились в актерской семье. Чем бы вы могли еще заниматься помимо актерской профессии? Сколько я знаю, вы любили и любите животных. Ну да, я люблю животных как гуманитарий, так сказать, а не как ученый. Когда я думал, что я буду ученым, биологом, то я все-таки думал, что я ошибался. Осенью 95-го года я была в Москве на вашем спектакле «Там же, тогда же», где вы играли вдвоем с Любовью Полищук. Я сидела на втором ряду и была очень близко. Была очень близко. И вот я тогда поняла, насколько актер гол и открыт перед зрителем. И мне казалось, что вы получаете огромную зарядку от реакции зрителей. Или, может быть, наоборот, вы отдаете намного больше энергии залу? Это вопрос? Да. Как для вас? Нет, ну, нет, вообще-то есть разные спектакли. Есть спектакли, где зритель, так сказать, менее необходим. То есть, все равно он необходим, какая-то энергия, понимание ответное должна быть. Но иногда есть спектакли, они без реакции. Просто другие названия там, без реакции. Но вы все равно чувствуете зал? Конечно, чувствуете. На каком уровне происходит? На энергетическом. Ну, либо есть отдача, либо нет. Либо ты из себя выдавливаешь все, как из тюбика, не получая в ответ. Идеально, когда ты чувствуешь, что это... Первый начинает артист. Энергия есть. Вообще, актер – это тот, кто обладает определенным зарядом энергии. Энергия – это вообще, мне кажется, одно из самых необходимых данных для артиста. Артист – это тот, кто заставляет за собой следить зрителя. За листом? Нет, он заставляет, прежде всего, за собой следить. Вот выйдет там 100 человек на сцену, никто еще не скажет никаких слов. Но среди этих 100 будет, скажем, один, который почему-то заставит именно за собой следить. Вот это будет артист. Артист – это человек, который умеет привлечь к себе внимание не какими-то размахиваниями руками, а просто вот энергетическим... Откровенностью, может быть, какой-то. Открытостью. Нет, я говорю, когда он еще даже не заговорил. Энергетический – это особо энергетический, так сказать, такой излучатель. Энергия – это необходимое понятие просто. Это я к чему говорю? К тому, что да, так вот, а дальше начинаешь эту энергию понимания получать, энергетический, так сказать, энергетический ответ получать из зала обязательно. Когда есть, существует такой обмен, вот это самое лучшее. Ну, такая своего рода там, идеально, когда это вот такая вольт-выдуга, когда ты им что-то даешь, они тебя понимают, от этого понимания ты еще больше как-то вдохновляешься, даешь им еще больше, они еще больше приходят в какое-то еще состояние и еще тебе отдают эту реакцию. И вот все такое, это такой снежный ком, и такая возникает вот эта почти цепная реакция такая некая. Ну, вот это так бывает. Ну, еще мне понравилось, что каждая деталь на сцене была продумана и обыграна. Ну, вообще всегда только профессионал. Ну, я... Когда не каждый детал обдуманный, проигранный, это дилетантизм, это, так сказать, самодеятельность. На то ты профессионал, чтобы каждую деталь обдумать. Ну, не на всех спектаклях, постановках это было заметно. То есть было очень много недостатков именно, я не знаю, во внешнем виде, вообще в оформлении сцены. Вот. Ну, я не знаю, это вы какие-то другие спектакли говорите, не знаю. Ну, я про другие говорю, что... Ну, именно в этом спектакле мне это просто бросилось в глаза. Вот и все. Вы сейчас приехали к нам с моноспектаклем «Давай, артист». Я знаю, что вы уже несколько лет играете этот спектакль. Да я его играю, да, лет 20, я думаю, 5. Есть ли у вас планы поставить новый моноспектакль? Да это нельзя так говорить, поставить новый моноспектакль. Это просто так и моя жизнь. И там он все время меняется. Это вообще, как сказать, поставить... Да нет, я все время продолжаю. У меня нет никаких планов поставить новый моноспектакль. Я буду это вот делать всю свою жизнь. И ничего другого на эстраде делать не буду. Вот так вот, да? Однозначно. Ну, потому что это не мое основное занятие. Это свободное от работы в театре время. И тут вот важно очень понимать, что я не, так сказать, не занимаюсь этим... Самое главное мое занятие, я не подобен, скажем, Шифрину, Петросяну, Хазанову или Роме Карцеву. Для них это вот их основное занятие. То есть они вот работают на эстраде. Это для меня, так сказать, свободное вообще время. И это... Меняется этот спектакль. Мы все время это привносит отсюда, я что-то изымаю. Что-то, ну, ну, а ничего больше, ничем больше я для этого специально, я никогда в жизни не выкрою время. Это то, что у меня так организовалось от многолетних встреч со зрителями, вот так сказать. Не, ну, дело в том, что вы тоже поймите, что мы, люди из провинции, мы не можем смотреть ваши спектакли в Москве. И просто вот эти вот ваши гастроли... Что, мы можем приехать сюда с гастролями? Просто необходимы ваши гастроли здесь для нас. Я не понимаю, это к чему вы говорите. Вы говорите, что это не основное божество. Ну, да, не основное, да. Не основное. Ну, что делать? А нам это просто нужно. Ну, что поделаешь. Ну, что поделаешь. Это все равно, чтобы просить Эрмитаж выезжать, так сказать, куда-то. Не, ну, Эрмитаж это нереально выезжать. И это нереально. Артист может... Или это... Нет. Или... Это к чему вы говорите? Объясните. А я просто хотела с вами поспорить, немножко не согласиться, что вы говорите совершенно, как бы, не обязательно. Ну, в данном случае для вас... Я занимаюсь тем, что мне интересно. Заниматься вещами, которые интересны другим, но неинтересны мне, я не буду с вами. То есть я поняла, что вам неинтересны гастроли? Ну, почему интересны? Мне интересны гастроли театра. Это же общение со зрителями, которые находятся далеко... Нет, подождите, не надо меня убеждать в этом. У меня дело в том, что... Нет, я просто свое мнение выражаю это все. Это, ваше мнение, оно совпадает с моим. Не надо спорить со мной. Я с вами спор, это не получается. Гастроли. Это вещь замечательная. Я бы приехал сюда с гастролями. Гораздо интереснее сюда приехать с гастролями театра, чем со своей программой. Потому что в гастролях театра гораздо можно больше узнать, и про меня в частности, просто про мое основное дело. Ну, просто гастроли связаны с большим количеством денег, которые надо, так сказать, ну, кто-то нас пригласит замечательно. У нас будут сейчас большие гастроли, посвященные там 85-летию моего отца. Вот мы будем там по четырем городам ездить. Ну, вот так Свердлов сюда не попал. А, не Свердловск, а Екатеринбург. Но, тем не менее, это вообще вполне возможная вещь. Это для меня гораздо более желанная вещь, чем вот такой приезд. Вот и все. Хорошо, теперь давайте тогда перейдем на не совсем обычную тему. Потому что я специально для вас, на вас составила характеристику вашего имени. Дело в том, что, на мой взгляд, давая человеку конкретное имя, родители уже закладывают определенные черты характера. Я выбрала яркие моменты в вашем имени для того, чтобы выяснить, есть ли в этом доля истины. Итак, если переводить с латинского, «констанс» значит «постоянный». Константин – человек консервативный, негибкий, жесткий, но, безусловно, приятный в общении человек. Скорее, менее агрессивный и скорее надежный, чем опасный. Насколько вы согласны вот с таким определением? Значит, постоянство, ну, в некотором смысле. В некотором смысле. Просто есть основное занятие, которым я занимаюсь. Постоянство, может быть, с близкими? Ну, насчет консерватизма… Черт, я не могу сказать. Мне трудно об этом сказать. Мне кажется, что, может быть, я не сказал, что это так. Но, не знаю. Насчет другого, пожалуй, я согласен. Потому что, в смысле, отсутствие там агрессивности. Я не агрессивный человек. Нет. Я вообще не люблю агрессии. Скорее надежный, чем опасный. Насчет, ну, если речь идет о… Ну, да, о деле. Наверное, да. Хорошо. Теперь, если вернуться к юности. В юности Костя весь нараспашку. Очень легко и быстро сходится с людьми. Но иногда серьезно конфликтует с ними. Потому что свои взгляды, правильные или неправильные, от своих взглядов он никогда не отступает. Нет, это неверно. Неверно? Нет, я вообще человек очень влияемый. И вполне отступающий от своих взглядов. И меняющий свои убеждения. Нет. Легко схожу с людьми. Я легко схожу с людьми. Но иногда я бываю совершенно… Иногда меня какая-то деталь, вот общение может отвратить. То есть я, например, вот есть там журналист, который со мной, как сказать, пытались там… Понимаешь, что это не первое интервью в моей жизни. Значит, и вот журналисты, которые со мной пытались, значит, как-то вот общаться. Но дело в том, что я понимаю, что я для многих был совершенно отвратительным, капризным и совершенно не, как бы сказать, я их порой могу ошеломить тем, что я вдруг раздражусь от чего-то. Потому что меня может раздражать какая-то, очень конкретная для меня, какая-то деталь, которая, скажем, какая-то неосведомленность, которая там меня может привести в состояние там раздражения. Я не совсем не так открыт, как это может показаться. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас не получилось беседы. Ну, это зависит вообще-то от вас больше, чем от меня. Потому что на самом деле быть умеет… Я чувствую ответственность. Да, вот как бы… Да нет, я ничего такого из себя не представляю, что я такое, чтобы прямо ко мне… Но с другой стороны, просто любой человек, любой, он требует определенного подхода. Потому что любой человек, это не есть какая-то книга, висящая в будке телефона-автомат, знаете, такая книжка, по которой можно сказать… Вот есть такие книжки в цивилизованных странах, где вот все номера этого города, такие толстые книжки, и ты можешь ее с любой страницы листать. Так вот я не такая книжка. Мне нельзя листать с любой страницы каждому человеку. Но это было бы неинтересно. Ну да, и вообще надо как-то и руки помыть, и потом надо ко мне втереться в доверие, грубо говоря. Так если по-шпионски. А когда времени очень мало, то как быть? Все равно, надо найти определенную какую-то интонацию. Но это же своего рода искусство. Это психология. Как заставить, ну конечно, ну как заставить человека раскрыться? За короткое время тем более. Это же какой-то своего рода, так сказать, момент истинный, какой-то блиц, ну это же надо сделать, уметь, значит. Это не просто вот, вот, пришел, где вы работаете? Да, говорит мне, да пойди и прочти в энциклопедии, где я работаю сначала. Не потому что каждый должен знать, где я работаю. Но уж, когда ты приходишь со мной разговаривать, то подготовься все-таки. Ну я так сказать, говорю вообще. Так очень часто бывает. Это карсинализм называется. А что вы в последнее время сыграли? Да пойди, почитай газеты, что я сыграл. Почему я должен быть тем ликбезом, который, собственно, так сказать, он должен сначала был как-то его закончить, этот ликбез. Понимаете? Ну это и так вообще. То есть, или какие-то, ну прежде всего, конечно, вот, что-то меня раздражает иногда, связанное с моей работой. Вот. А вообще я думаю, что человек откроет. Я вас уже успела раздражать? Нет, ничего, не успела еще. Хорошо. Далее вот как раз ведут не очень лестная характеристика из вашего имени. Вы можете ее провернуть или принять. У Константина не хватает интуиции и активности, зато трудолюбие и упорство предостаточно. Я понимаю, чем отличается трудолюбие от активности. А, инициатива, активность, может быть. Нет, я не думаю, что это так. Потом насчет того, что интуиция, я только интуицией живу. Я только интуицией живу. Нет, это я не согласен. Интуиция в связи с тем, наверное, что все-таки вы рак. Я не знаю, рак я, я рак, но я не очень отношусь серьезно к этим гороскопам. Во-первых, я читаю про себя, я себя часто не узнаю. Потом я не могу согласиться с тем, что люди, родившиеся в один день, они как бы одинаковые все. Но я не знаю, что это я не могу. Нет, просто имя, оно закладывает определенный заряд чувственности. И есть такая целая наука, атомонология. Изучение тайны имени. Ну, понятно. Да, то есть имя несет определенную энергетику. Даже когда вас называют люди, Константин. Они как-то в меня что-то закладывают, понятно? Не они вас, то есть уже от вас идет определенная энергетика, от вашего имени. То есть вы носите в себе это. Но это, конечно, все поверхностно. Ну да, мне кажется, что есть вещи, которые влияют на человека гораздо более сильнее. Да, я бы сказала, что имя, которое вам дают, то это как бы черновой набросок той личности, которая должна состояться. Это только черновой набросок. А человек уже сам раскрывает себя. По какому пути он пойдет? Нет, насчет того, что мне не хватает интуиции, это я не согласен. Хорошо, пускай так. Наоборот, ну как потом, невозможно заниматься актерским искусством без интуиции. Как это все вообще интуитивная вещь? Я предполагала, что вы как раз учетесь. Потом, насчет активности, да нет. Я думаю, что как раз активность это из наиболее, может быть, сильных моих качеств. Так мне кажется. Я вообще человек энергичный и активный. Крайне просто. Так мне кажется. Я просто не знаю рядом с собой, в своем деле, людей более активных, чем я. Я так скажу. Без ложной скромности. Я не вижу, кто вот столько бы занимался своим театром, своим делом, трудолюбия, как можно заниматься, как можно быть трудолюбивым без активности. Или это какой-то лошадиный труд под него. Нет, я занимаюсь любимым делом. Это мне крайне необходимо заниматься этим. Не знаю. Что вас вообще вдохновляет в жизни? Жизнь меня вдохновляет. Жизнь? Да, да. Меня вдохновляет очень много. Ну как, вдохновляет? Вдохновение же получаешь и от предположительного, и отрицательного. Пожелом не бороться с этим. Или там, я не знаю, что-то тебя в восторг приводит. Очень много. Это... Откуда силы черпаете? Ну вы столько выкладываетесь на сцене. А что же говорить, что я неактивный? Как же можно быть неактивным при моей работе? Я понимаю. Я же не утверждаю. Я просто цитирую. Я цитирую факты. Я просто говорю, вы можете их опровергнуть, а можете их... Ну зачем? Можно еще сказать, что я негра, ну так, чтобы я опроверг, просто, для интереса. Нет, вы могли бы сказать, что может быть где-то там вне работы, допустим. А не только... Нет, я вне работы неактивный, потому что у меня кроме работы это и нет ничего практически. Я вот только иногда вам интервью отдаю, вот так и все остальное. Ну ладно, хорошо. Теперь вот мы еще немножко узнаем о вашем отношении к женщине. Ни в коем случае Константин не терпит доминирование женщины. И не каждая женщина может ему скружить голову, но если это случается, то он боготворит ее. Хотя не позволяет поставить себя в зависимость от нее. Нет, все очень не точно. Ничего не... Все очень приблизительно и вообще говоря не точно. Во-первых, мне совершенно все равно. Абсолютно. Значит, доминирование, как я не терпу, нет. Во мне этого кавказского комплекса нет совсем. То есть женщина может... Ну может быть не так буквально понимать. Мне вообще, вообще никак неправильно. Не терпит доминирование женщины вообще. Во-первых, половая принадлежность в доминировании меня вообще не интересует. Меня может увлечь и, так сказать, меня подчинить себе мужчина, женщина. Мне совершенно все равно женщина. Вообще сам факт, что это меня женщина подчинила себе, мне вообще наплевать. Если это кто-то, кто меня восхищает или, я не знаю, вызывает у меня чувство восторга, там, я не знаю, там, талантом своим или, я не знаю, чем еще, так сказать, красотой, умом, там, не знаю. Но в семье. Вы предпочитаете лидером все-таки быть? Нет, я никакой не лидер. Не лидер, да? Нет. И никакого от этого не несу. Неудобства, наоборот, кроме удобства ничего не умею. У меня все решает жена в моей семье. То есть, как бы, ну, я могу быть какие-то моменты несогласия, но мне совершенно, мне важно, чтобы было хорошо. А кто при этом прав оказался, если мы спорим, предположим, она или я, да мне все равно. Важно, чтобы, как бы, так сказать, все было правильно. Пусть если это правильно произошло, потому что я проспорил, если мы уж мы спорим. Хотя это бывает крайне редко. Нет, нет. Ну, хорошо, это еще не все. На характер все-таки еще влияет и отчество. А отчество у вас замечательно. Аркадьевич. С ними можно иметь партнерские отношения. Они обязательны и всегда доводят дело до конца. Это кто? Аркадьевичи. Но они неторопливы, движутся к цели медленно, оглядываясь по сторонам, но неизменно получают то, к чему стремились. Да, это похоже. Да. То есть тут отпечаток откладывает, наверное, больше отчества. Это похоже. Я вообще считаю, что, значит, что я в себе, скажем так, ценю больше всего, ну, или, может быть, одно из самых дорогих мне, во мне качеств, как я себя понимаю. Хотя, может быть, ошибаюсь, но тут я думаю, я не ошибаюсь. Я, как сказать, я последовательный человек. Я последовательный. Это качество, которое требует очень большого мужества. Может быть, самого большого мужества, я думаю, вообще требует вот именно вот это качество последовательности. Это то, чего не умеет никто. То есть каждый день двигаться к намеченной цели. Это то, чего не умеет никто. Для этого нужно мужество, мне кажется. Я думаю, что я мужественно двигаюсь к намеченной цели. Вот так, спокойненько, спокойненько. И на этом движении я обыграю почти всех. У меня были мои товарищи и есть мои товарищи по курсу и по институту, которые очень резко начинали. Поскольку движение в жизни и профессии – это не спринт, а марафон, то не каждый, кто, так сказать, рьяно начинает, он сохраняется вообще на дистанции или заканчивает первым. Но очень многие меня опережали все такое. Потому что я действительно медленно двигаюсь. Пусть разгорают, не хватает мужества, не хватает. Потому что вообще это серьезное дело, требующее, не терпящее суеты, как сказал Александр Сергеевич Пушкин. Это требует последовательности ежедневного, как говорят англичане, гений – это только умение направить свои усилия. Вот расплескиваются, так сказать, как бронзбойт, вырвавшийся из рук. Вот во все стороны, вот во фонтанер. Нет, а вот я такой бульдожьей трусцой, тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. По дистанции бегу, я смотрю вот уже там спинку, я что-то сначала видел, потом спинка приблизилась, потом я смотрю уже краем глаза, я вижу его грудь или на самом деле. Потом он мою спинку созерцает, потому что я его обогнал. А кто-то уже вообще с дистанции сошел. Вот это да. Самое трудное – быть последовательным. Это очень трудно, мне кажется. Вот так вот. Вот я смотрю, тусуются люди. Там всякие у нас, слава богу, ночные заведения открылись, какие-то презентации. Хорошо – это хорошо, классно, потому что это вариант жизни. Это вариант, который мне не годится. Но я очень, это совершенно не то, что я осуждаю, а приветствую. Но это не мое. Я смотрю, мои товарищи там. Вот я думаю, они там тусуются, а я их вот ремя обгоню. Каждый выбирает свою. Я не тусуюсь, мне жалко времени на это. Ну, бывают там какие-то вещи, на которых нельзя присутствовать, это невежливо. Там надо где-то быть. Но это я делаю ровно столько, сколько это необходимо. А вот так просто, значит, тратить на это время и силы я не буду. Значит, они занимаются там этими вот всякими гуляниями. Хорошо, они выбрали себе такую жизнь замечательно. Я за них очень рад, потому что, слава Богу, такой вариант жизни в нашей жизни, бывшей советской и, так сказать, одноцветной, сейчас появился. Но это не мой способ жизни. Я продолжаю идти по дистанции. Вы выбрали свой путь. Я выбрал свой путь. Если можно так сказать. Хорошо, вот следующее определение, на мой взгляд, должно точно соответствовать вашему темпераменту. Вот. Эти люди по характеру независимы, знают себе цену, не любят быть на побегушках, умеют хорошо излагать свои мысли, из них получаются прекрасные педагоги. Насколько я знаю, вы успешно справляетесь со своим коллективом, в котором, по-моему, 40 человек. Ну так вообще-то 250 в театрах, это 250 человек, а артистов 45, да. Там есть некоторая, вот, первая фраза какая была, еще раз повторюсь. По характеру независимы и знают себе цену. Насчет независимости и знания себе цены, нет, я не могу сказать, что я независимый, нет. Я вообще не... Во мне нет такой орлиной свободолюбивости, такой свободолюбия, такого соколиного, я просто вот оливаю. А может быть независимость своих взглядов, принципов? Да нет, я человек ведомый, очень влияемый, и мне это тоже в себе нравится. Может быть, потому что я уже с возрастом, я уже в себе люблю не только свои достоинства, но и недостатки. Но я вообще не люблю, как вам сказать, независимых людей, как-то ни странно, таких вот лидеров однозначно, которые вот весь... Ну как человек должен быть ведомым, так или иначе, да хотя бы Господом Богом. Ну как же не быть ведомым? На человека должно влиять многое. Другое дело, что есть намеченный путь, о котором я, так сказать, раньше говорил. Но то, что на этом пути ты должен... Это так, условно говоря, прямая дорожка. Но ты же на ней плутаешь, на этой дорожке. Ты же и так, и так, и это на тебя влияет, и это тебе заставляет сомневаться. И этот, кто тебя... Я не могу сказать, что он независимый какой-то, знаю в себе цену. Да я раз, может быть, несколько на дню думаю о том, как мне таланта не хватает, потому что этот меня восхищает, этот восхищает. И нужно быть все-таки дураком, чтобы как-то знать себе цену. А вы можете сказать... Мертвое дело, я знаю себе цену. А может, у меня цена меняется. А что, скорее всего, сначала одна цена, потом другая. А потом она будет меньше, к сожалению. Потому что силы уходят, или там что-то я... То, что знают себе... Ну, конечно, какое-то чувство достоинства у меня есть некоторое. Но такое, я бы сказал, вполне человеческое, элементарное. Не больше. Потому что дальше начинается... Дальше начинается опломб. Так сказать, вот, я знаю от себя цену. И независимый, как говорится, не надо, пожалуйста. Это на самом деле, вот так я это понимаю. Я как раз очень зависимый. И я вполне допускаю эту зависимость. Она нормальная. Как может быть независимый артист? Он зависит от массы явлений жизни. От того, как твои, так сказать, оппоненты, соперники, или я не знаю, кто это же соревнование еще. Они развиваются, как они тебя восхищают. Конечно, я зависим от всего, от многого. Другое, то, что я иду со мной своей дорогой. Ну, очень зависимо. Ну, это же есть независимо, что вы идете своей дорогой. Я по дороге это иду. Крайне зависимо. Ну, вы преследуете свою цель. В любом случае, вам не мешает. То есть, вы идете к своей... Почему не мешает? Нет, мешает. Мешает. Вы же не обращаете внимания. Вы медленно... Обращаю. Ну, вы медленно, как сказали. Медленно. Ну, я зависимый, короче говоря. Нет во мне вот этого независимости такой и вообще знания себе цены. Да я не знаю, сколько я цены. Ну, так примерно так. Иногда, да, иногда мне кажется, что я сильно перебираю. Иногда мне кажется, что я не добрал. Мне моя жена говорит, ты не знаешь себя цены. Ты очень мало берешь денег за концерты свои. Вот эти, например. Другие берут гораздо больше. Так, ну, по большому счету, Аркадьевичи доброжелательны, но немного ворчливы. Особенно, когда у них что-то не получается. Нет. Опять нет. Ворчливость нет. Ворчливость – это не моя какая. Ворчливость – это вот, когда энергия, вот, она вот здесь крутится где-то под тобой, падает тебе вот на ступни ног. Вот такие вот бурчалки. Ворчать? Ворчать? Ворчать – да нет. Я лучше стул сломаю, если что-нибудь не получается. Или стекло разобью. Или что-то такое сделаю. Это открытая эмоция. Это на ворчание совсем похоже. Это скорее громко очень происходит. И быстро проходит. Я вообще деятельный человек. Я, когда я недоволен собой, я пытаюсь что-то дальше делать, чтобы, как бы, чтобы мнение о себе поменять. Я деятельно всегда расстраиваюсь. А ворчание – это малодейственное состояние. Тут имеется в виду по мелочам. Может, вы берете уже глобальное такое ворчание. Не ворчун я. Нет. 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 Я лучше разозлюсь и разорусь. Но я не ворчун. Ворчун – это, повторяю, это такое тихое… Вот доведите кастрюлю с кашей до тихого кипения и держите ее. Томите на этом огне в течение 37 минут. Вот это. Это мне не совсем не слышно. Ну, хорошо. Тогда я уже подхожу к концу. И самый ключевой момент, который… Я думаю, вы, не знаю, сейчас опровергнете или нет. Ключевой момент вашей характеристики – это то, что такие люди очень сильно дорожат. Семьей и родителями. Насколько я помню, вы говорили, что самым главным человеком в вашей жизни является мама. И что без вашей матери не состоялся бы такой замечательный актер, как Райкин. Нет, я не думаю, что это так. Нет, это неправильно. Это неправильно понято. Мне нельзя сказать, что мама – мама, а самый главный человек в моей жизни. Это неправильно. Она из важнейших людей. Ну, одна из важнейших. Да, нет, но это звучит однозначно, вы поймите. Вы говорите, и вообще говоря, так математически, это неправильно. Потому что это только часть истины. А часть истины по математике – это значит неверно. В математическом… Я просто учился в математической школе и интересовался этим вообще предметом серьезно. Это неправильно, потому что у меня папа, для меня, скажем, играет нисколько не меньшую роль. А кроме отца и матери, у меня еще есть ряд людей, которые на меня в моей жизни крайне сильно, чрезвычайно сильно влияли. И не меньше, чем они. Понимаете? А я так не говорил. Такого не было. Это значит неправильно понято. Я никогда не мог сказать, что мама у меня была, так сказать, самым главным человеком. Она была из важнейших людей. Но из, а не самым. Понимаете? Ну, это неправильно. Это уже неверно. Отношение к семье – да. Да. Отношение к семье – да. Ну, такое, ну, я… Как бы я семейный человек. Ну, так сказать, для меня это очень много. Вот. Хорошо, ну дальше я… Так что мне, ваша наука, она, так сказать, для меня, вот сейчас по поводу меня неубедительна. Или это общие слова, которые, понимаете, ну, можно сказать, что Константин начинается на «К». Я попадаю, да. А она кончается на «Н». Правильно. Вот тут на таком уровне это похоже. Дальше все остальное можно, так сказать, с такой же степенью вероятность попадать в любого человека. Я не вижу здесь особой прозорливости, так сказать, в том, что вы мне сейчас говорите, пока что. То есть, как бы, все равно процент… Ну, процент очень небольшой. 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 Ну, что такое, если бы мне сказали, вот, Константина, и вы только начали говорить одно за другим, вот да, потому что Константина вот так вдруг раз мне раскрыли. Но этого нет. Это достаточно, в большой степени, приблизительно. Понимаете? Нет, я безусловно сказала, что это все-таки поверхностная характеристика, потому что более точная нумерологическая. По Пифагору, это надо более точно вычислять, имя. Ну, можно было бы вычислить все точно. Хотя и общение, я все равно… Я думаю, что вы придаете этому большее значение, чем оно того заслуживает. Есть вещи, которые, мне кажется, влияют на человека не меньше, а больше. Но его воспитание, например, среда, в которой он рос, гены, которые, так сказать, ему достаются, влияют несравнимо больше, чем имя. Которое ему дали. Ну, тут вес влияния на килограммы, так сказать, или на тонны, а вы граммы, так сказать, подсчитываете. А килограммов не учитываете. Мне кажется, что это неверно. Понимаете? Есть вещи, которые действительно впрямую влияют. Вот семья, в которой я рос, там, я не знаю, среда, в которой я воспитывался, как любой человек. Это гораздо сильнее имени. Нет, дело в том, что это нужно быть вашим личным астрологом, чтобы это все узнать и вычислить. Не надо быть астрологом совершенно. Вот, а тут речь будет чисто для... Мне кажется, что астрологом не надо быть. Хотя я, может, ошибаюсь. Чтобы более глубоко... Простите, пожалуйста, просто меня это не убеждает. Вот, как бы, я слушаю, меня это не убеждает. Это, я так иногда с экстрасенсами имею дело, которые там... Я вообще человек влияемый, но вот они начинают что-то делать, и как-то я... Ничего не чувствую. Я ничего не чувствую. Но, в основном, она сильнее энергетика. Энергетика. Вам самому нужно быть экстрасенсом в таком случае? Да нет, мне нужно быть актером, а это уже будет в другой жизни какой-нибудь. Экстрасенсом будет там другой. Хорошо, как Вы находили общий язык с женщинами по имени Вера, Светлана, Татьяна, Рима, Виктория? Они близки по натуре. Должны быть близки. Никак не понимаю, как это от имени зависит. Ну, это по созвучию имени. Ну, я же не по созвучию имени, так сказать. Нет, но Вы сейчас все так буквально воспринимаете, хотя это можно было все-таки несколько как-то абстрактнее все-таки воспринять. А у Вас такой математический склад ума, что Вы сразу вот Вам сказали, что Вы можете же пофантазировать все равно. А что фантазировать? У меня есть конкретные знакомые, конкретные, так сказать, какие-то истории, связанные с какими-то именами. У меня называются конкретные имена. Татьяна, Рима, Виктория, Светлана. Ну, есть, были, мы такие знакомые и есть. Ну и что? Ну, то есть ничего? Нет, ничего. Никакой последовательности в этих именах особой. Нет, просто энергетически, может быть, Вам интереснее с такими людьми, Вы находите общий язык быстрее. Нет, нет, это никак не зависит от этих именов. Потому что у Вас барьер к этому. Никакого барьера у меня нет, я вообще на имя за... Из-за того, что Вы мне сейчас будете говорить, хотя это имеет большее значение, вам, как вот, больше с татарами или с казахами вам лучше общаться. Ну, это, кстати, имеет значение, там, национальность. Хотя это тоже на самом деле, если говорить в серьезном смысле, это тоже не имеет значения. А Вы мне про имя говорите. Да совсем не по принципу имени я, я уж про это уж точно людей, так сказать, подбираю. А вообще на это внимание не обращаю, так сказать, просто запомнить надо имя и все. Имена эти были, но никакой связи здесь между этими именами, какой-то, чтобы мне с этими было лучше, чем с этим. То есть мне, жену мою зовут Лена, мою любимую дочку зовут Полина, то, что я ее так назвал. Ничего я в это не вкладывал, кроме того, что мне просто нравилось по звучанию это имя. А мою любимую сестру зовут Катя. Вот вам все. А Вы мне говорите, Рима, Виктория, Татьяна. Татьяна это была девочка, которая была влюблен в свое время. Ну, мало ли там Татьяна всякие. Но ведь можно таких деталей, очень много вспомнить. Да ну и что, она меня только и дураком называла, и все, ничего у меня с ней не получилось. В 8 лет я пытался ее закадрить. С первого класса по 8-й. И ничего не получилось. А потому что Вы в имена не верите, поэтому не получилось. Да при чем тут это? Что тут ты меня вел себя как дурак, и она была тоже не слишком умна. Ну, по молодости. Да, да. Не вижу связи. Ну, что ж, как бы то ни было, телезрители, которые сейчас, если будут смотреть эту передачу... Ну, конечно, им же это интересно же будет, все равно. Они в любом случае будут завидовать Вам, если это так можно сказать, белой завистью. Потому что Вас сейчас уже можно назвать счастливым человеком, нашедшим свое любимое дело, которое приносит ему истинное удовлетворение. Ну да. Каким бы трудным оно ни было. Ну да. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы Вы сейчас пожелали что-нибудь нашим екатеринбуржцам, которые, быть может, еще не нашли своего места в этой жизни. Нет, это тут советовать и желать. Советовать я... Это вообще не моя стезя, советовать как-то, сказать. У каждого тут своя история, и все советы, мне кажется, не имеют смысла. Это какое-то противное возрастное качество, советовать. У нас вообще страна советует... Я сказала пожелать или посоветовать? А, да, да, да. Ну, советовать, ну... Ну, пожелать можно. Пожелать. Пожелать я... Просто времена тяжелые, и живется нам всем очень, так сказать, не сладко временами. Ну, или большинству из нас. И при этом, мне кажется, что самые вот... Я просто про это не первый раз говорю, я просто думаю. Я так вот к себе с этим обращаюсь иногда. Когда мне бывает плохо, а плохо мне бывает достаточно часто, и я расстраиваюсь, и мучаюсь, и нервничаю, и... Бывают всякие... Ну, очень-очень много сложностей. При том, что я действительно счастливый человек. Но это трудное счастье, это счастье, которое я другому не пожелаю просто. Потому что это надо действительно очень любить, чтобы вынести все муки. Там кто-то говорит, что там, вот мне повезло, там... Мне не повезло. Я не могу сказать, что мне повезло, потому что, извините, я просто за это везение, если ты назвать его везением, плачу столько, так дорого, что... Ну, вы сами выбрали этот путь. И потом я за него плачу. Я плачу за этот успех некоторый, который я имею. Я плачу столько сил, что другому просто, может быть, жизнь бы показалась сплошным адом и мукой. Так что я и оплачиваю то, что я имею. Так, так дорого, что попробовала бы судьба ко мне быть неблагосклонной. За такую цену. Поэтому, значит, а что я советую, не советую. Я просто думаю, что самые тяжелые времена и самые тяжелые состояния все равно... Самые тяжелые времена, они забилуют поводами для счастья. Вот это как ни странно, это так. Есть масса причин, которым хотя бы на время становится счастливым. Потому что счастье жить на свете, счастье утром вставать и видеть, как сменяются времена года, например. Есть замечательные времена года, их четыре, черт возьми, это так много. Есть весна, есть лето, это классно. Мы в нашей текучке, в нашем представлении о том, что все зависит от того, кто будет у нас главой государства. Хотя я очень хочу, чтобы был один глава государства и очень не хочу, чтобы был другой. Но, тем не менее, есть вещи, прекрасно независимые, независимые от того вообще, какое правительство. Есть глаза любимых людей, есть небо, есть прекрасная зелень, прекрасные природные запахи. Есть безумно красивая зима, потому что зима это не только холодно, а это еще очень красиво. Есть прекрасное время года весна, есть лето, есть осень. Есть запах листьев, есть масса такого, что надо заметить и понять, что это счастье, что ты живешь на свете, что ты дышишь, что в этот момент у тебя ничего не болит. А когда болит, то все равно есть кто-то, кто тебе сочувствует и понимает. И это счастье, иметь при себе какого-то близкого, сочувствующего и понимающего тебя человека. Эти поводы для счастья есть у каждого. Просто мы в своей иногда глупой суете не замечаем этого. Это я, прежде всего, к себе обращаю эти слова, потому что я тоже, так же, как любой из нас, иногда зашориваюсь и не замечаю вещей, которые нельзя не замечать, раз ты живешь на свете. Потому что потом этого не будет, не будет нас, и это будет темнота, так сказать, отсутствие. А само присутствие здесь, на этом свете, это счастье. Надо это понять когда-нибудь. Или время от времени, волнами понимать, мне кажется. Вот это, мне кажется, единственное, что такое пожелание. Есть такое замечательное, знаете, кто-то у меня сказал, что счастье это вообще не станция назначения, а это способ путешествовать, то есть вообще способ жить. Надо быть счастливым. Это правильно. При том, что так много ужаса вокруг. Но надо при этом понимать, как много прекрасного вокруг. И это не то, что одно уравновешивает другое, но это, мне кажется, нельзя сбрасывать со счетов. Есть прекрасные элементарные вещи. Которые, как сказать, которые ни с чем не сравнимы по ощущению. Есть только отдать себе в этом отчет. Вот и все, пожалуй. Советовать я ничего не могу. Все, спасибо. Достаточно. То есть недостаточно вообще ничего. Я говорю, да никак особенно они у меня не складывались. Чтобы это можно было сказать, что у меня с ними складывалось лучше, чем с Ленами, с Катями или с кем-то. Или с этим какими-то там маньями. Понимаете? Это ничего я вам это... И никто не скажет вам. Потому что на это никто особо не обращает внимания. Ну, или надо к этому подготовиться. Я понимаю, что вы не спрашиваете. Да и у меня жена этим увлекается. Не меньше, а больше, чем... Я поспешиваю, потому что вы меня не поняли и не хотели понять. Вот и все. Да я отвечал на вопросы, которые... Нет, я чисто методически почувствую, что вы сразу меня не восприняли. Потому что я не люблю, когда меня пытаются вычислить. Это неправильно. То есть вас это слово задело? Ну скажите мне честно. Что вас задело? Да задевать любого человека, когда его хотят вычислить. Это он не... Я не вас вычислила. Да невычисляемый человек. Что вы хотите человека вычислить по алгебраической какой-то формуле, предположим? Да невычисляемый человек. Согласно. Ну и что? Это... Человек вообще должен... Нормальный человек, более-менее богатый, внутренний. Он должен протестовать всегда. У него возникает протест, после того, что его хотят вычислить. Вот есть 8 графов, на которых вы раскладываете. Значит, собирали такое, труды такое, такое. Фигушки. Я гораздо сложнее. Понимаете? И это будет вам в ответ на ваши постулаты говорить любой, более-менее богатый внутри человек. Он не хочет, чтобы вы вычисляли. Чтобы его можно так... Какой-то человек вообще... Человек это бесконечность. Как можно вычислить бесконечность? Вот так вот. Вот это такое, вот это такое, вот это такое. Это вот потому, что Константин... Потому что Константин, значит, вы такой-то, и такой-то, и такой-то. То есть ничего подобного. Ну, согласно. И миллион всякого другого. А это может зачеркивать то, что предыдущее. Понимаете? Это гораздо более сложно. И любой человек в любом случае будет протестовать... Как вы скажете? Любой. Не любой. А человек, который вообще... Вообще это противное желание вычислить человека. Вот так вот. По бумажке. Да ничего подобного. Это гораздо сложнее человека понять. А это было бы слишком просто. Это слишком бы просто было. Вот взял так. А, он кто? Рак. Ага, понятно. Он Рак. А зовут его Константин. Ага. А он еще и тигр. Понятно. Не, ну это же игра определенная. Игра. Ну это же игра. Вы же серьезно мне говорите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова